Привет! Сегодня 1 апреля, начинаем эксперимент с нашими препаратами, которые пришли от компании IQ Sport. Хочу сразу сказать сомневающимся людям, я не являюсь представителем компании, не веду с ними никакого бизнеса, не получаю от них деньги. Более того, из России я не получаю никаких спонсорских поддержек. Мне интересно именно было, компания знает, что я на своем блоге часто говорю о спортивных добавках и часто в негативной форме, что они не соответствуют заявленным требованиям, а зачастую даже вредны для вашего здоровья. Такие, к примеру, как притреники современные. Эти таблетки, я вижу, первый раз они мне присылали, они выглядят так. Я, не зная, честно говоря, даже как они будут реагировать на мое здоровье, решил в качестве эксперимента провести действительно это мероприятие, этот эксперимент, посмотреть, насколько они действенны, чтобы вы, мои зрители, могли для себя решить, принимать вам и связываться ли вам с этой компанией. То, что эта компания ведет свой бизнес как сетевой маркетинг, я не вижу в этом ничего страшного. Не слушайте тех, кто вам пудрит мозги. Пирамида и сетевой маркетинг – это разные вещи. Хотя я сам никогда не занимался, не знаю, буду ли заниматься сетевым маркетингом. Это выбор компании, ее право и, возможно, даже ее ошибка, что они пошли по такому пути, потому что у нас в России до сих пор не понимают, что такое сетевой маркетинг. Но, если бы это было плохо, как вы думаете, Российская Федерация ввела бы сейчас в свои государственные вузы такую специальность именно как специалист по сетевому маркетингу? Задумайтесь. Пирамида – это МММ, это банки и пенсионные фонды. Вот это пирамида. А сетевой маркетинг – это прекрасные компании, такие как МВ, Арифлейм, те же вот девчонки знают. Не путайте одно с другим. И если вас пытаются как-то где-то что-то окунуть в дерьмо, говоря какие-то 10% правды о какой-то чуши, не слушайте, всегда проверяйте все на себе. Ну, может, как я рисковать не стоит, употребляя непонятные препараты. Но хочу сказать сразу, я точно знаю, что это не анаболические стероиды, не какие-то гормональные препараты. Поэтому с моим опытом приема различной дряни в себя, начиная с такого возраста, когда я болел, болелся в больницах, кололи меня, и это видать, моя печень ко всему готова. Но я не пью и не курю, поэтому, возможно, я переживаю как-то это более-менее позитивно. Ну, перейдем к тому, что я хотел сделать. Сейчас я хочу замерить свои параметры, сколько во мне жира перед началом эксперимента. Замерим бицепс, грудную клетку и бедро. На фоне этих всех понятий, на фоне всех этих результатов, сейчас и, возможно, где-то недели через три, может быть, через месяц, когда у меня закончатся присланные таблетки, мы с вами проведем еще один анализ, посмотрим, уменьшилась ли у меня мышечная масса, уменьшился ли у меня процент жира в организме. Я сегодня был на тренировке, взвесился, вешу ровно 110 кг. Рост у меня 1,80 кг. Поехали. Давайте для начала замерим, какой процент жира у меня. Не знаю, в России это очень сложно достать. В Америке есть вот такие штуки, кому нужно, пишите в личку, может быть, можно как-то переслать. Это BodyFat Caliber. Ну, называется Caliber. Когда-то раньше их можно было бы купить и в Америке, ой, в аптеке. В Америке они продаются в любом спортивном магазине. Давайте замерим. Замеряется так. Берется складка на внешней части друдной мышцы. Это у меня 7 число. Записали. Так, следующий показатель нужно взять с абдоминальной части в районе пупка. Здесь у меня как раз-таки жира побольше и в основном у меня жир только здесь. Так. Здесь у меня цифра 20. И нужно сделать замер бедра. Он делается, если встать ровно, вот так посередине. Захватываете складку. Раз. Калипер нам показывает 11. А, нет. Вру. 14. Так. 14. Теперь здесь есть специальная такая табличка. Вот, посмотрите. По которой, вводя эти параметры, нужно сложить все три числа. Если мы сложим 7, 14 и 20, у нас получится 41. Правильно? Вот. Я вывожу свой возраст. А мне 38 лет. Совмещаю его с циферкой, которая у нас получилась, 41. И мне показывают, что у меня процент жира 13,8. 13,8 это мой процент жира. Запишем, чтобы не забыть. 13,8. Не очень хороший результат. Будем стараться. А сейчас давайте сделаем замеры руки, грудной клетки, бедра и талии. Так, бедро мы замеряем. У нас получается 67 сантиметров. Давай в другую клетку замерим. 131 сантиметров, грудная клетка, 67 бедро. Так, рука. Давай руку замерем. Сильно не вдавливать. Ага, 18. 18 это 46. 46 сантиметров талию. Так и получается у нас, смотрите, жира у нас. У меня 13,8 процентов сейчас. Рука 46 сантиметров, 67 сантиметров бедро, 131 сантиметр объем грудной клетки и 101 сантиметр талия. Это наши исходные данные. Как я пропью все таблетки, это будет где-то через месяц. Мы совместим все и выложим уже видео, которое вы посмотрите. Пока. Всем привет. Это канал Heavy Metal Gym. Сегодня 22 апреля. Вчера я закончил принимать все препараты, которые мне прислала компания IQ Sport, за исключением восстановителя печени. Сегодня подведем итоги, что изменилось за 20 дней. Скажу сразу, каких-то серьезных, сильных изменений я не почувствовал. Но то, что препараты работают, это точно. И сейчас я скажу почему. Во-первых, 20 дней это такой период небольшой все-таки. Не каждый человек, используя астероиды, почувствует какие-то, увидит скорее на себе какие-то изменения. Это не очень большой срок. Во-вторых, я подумал и пришел к выводу, что дозировки, которые были указаны и которые прислала мне компания IQ Sport, для меня лично я вешу 110 кг, являются маленькими. И мне необходимо было употреблять более высокие дозировки. Что действительно и подтвердил ли представители компании IQ Sport, когда я с ними связался. Возможно, они захотят прислать мне какие-то новые свои продукты на тестирование. Что я почувствовал? Почувствовал я более глубокий и качественный сон. Не отменить. Действительно, я высыпался более качественно за менее продолжительное время, чем обычно я сплю. Хороший положительный эффект, который был замечен мной, это как в детстве по утрам была детская здоровая эрекция. Просыпался в бегване. Сейчас мы сделаем замеры рук. Вес у меня не изменился. Я также вешу 110 кг. Плюс какой? Плюс я сильно не изменял диету, не менял питание. И я потерял... Если у меня на 1 апреля по записям было 13,8% жира, ну, грубо говоря, 14% жира, то только что я сделал замеры калибетром, и у меня 10% жира, при том же массе тела. Я считаю, это неплохой результат. Но, чтобы быть объективным, скажу, эти пол... 15, вернее, где-то 10-11 дней я попал как раз... Я еще играю в хоккей. У меня не было никаких тренировок. Сезон у нас закончился. А потом начался опять. И вот последние 10 дней я играл в хоккей. Там тоже сильно тратится энергия. И, естественно, калории пережигаются. Но факт того, что 3,8% жира за 20 дней у меня исчез, при том, что вес у меня сохранился, какой я был. Давайте сейчас произведем замеры руки, бедра, талии и грудной клетки. Скажу еще, что я не потерял и не стал сильнее. Не потерял в рабочих весах, не стал сильнее. Чуть-чуть, возможно, стал лучше себя чувствовать. Но это может быть еще связано с тем, что... Все-таки, несмотря на то, что мы живем в Америке, здесь постоянно тепло у нас. Стала более теплая погода, постоянная. Как-то климат более нормализовался. Не было холодов. Так, давай мы сейчас попросим нашу ассистентку Юлю замерить нам руку. Так, мы какую руку мерили в прошлый раз? 18. 18? Угу. Так, переведем 18 в сантиметр и получим 46 сантиметров. Вот, 46 сантиметров рука, левая. Так, но 46 сантиметров у нас была рука и до того, как мы начали этот эксперимент. Но 3,8% жира сошло. А давай правую еще замерим. Правая обычно меньше. У меня чем левая. Натяжку не делаем. Угу. Ну, я смотрю. Так. Правая 19. Правая 19? Да. Так, а ну еще раз левую, чтобы уж совсем точно натянули. Ну, 18 с небольшим. 18 с небольшим, да. Но правая 19. А 19 это странно. У меня обычно всегда левая больше, правая сильнее. 19 это 48 с половиной. Что-то неужели такая разница в руке? Визуально вроде незаметно. Хотя правый пик бицепса действительно немножечко выше. Но это генетически. Не думайте, что вы можете каким-то упражнением поднять свой пик бицепса. Что бы ни говорил Арнольд. Все наши мышцы, форма задана генетически. Невозможно там воздействовать непосредственно на нижний отдел бицепса или на верхний. Даже на самом деле хваты не так сильно влияют на то, как будет выглядеть ваша мышца. Это также касается мышц пресса, мышц спины. Над плечами, над дельтоидами, над грудью действительно можно немножко поработать. Но такие мышцы, как пресс, спина широчайшие. И бицепс вы не сможете воздействовать упражнениями и как-то изменить форму. Так, сейчас я замерю бедро. И не буду много болтать, чтобы видео не получалось большим. И замерю бедро. Так, бедро. Шестьдесят девять. А было шестьдесят семь. Бедро. Шестьдесят девять. Плюс два сантиметра. Но, хочу вам сразу сказать, я стал тренировать ноги. Несмотря на то, что приседать я сейчас не приседаю. Но я стал тренировать по особому методу. Я сниму об этом отдельный видеоурок. Я думаю, вам понравится. Это очень совершенно другая тренировка. Раньше я так никогда не тренировался. И так сильно не загружал ноги. Так. Правый шестьдесят восемь. Шестьдесят восемь. Так. Таля. Поможешь? Но, жира на боках стало, конечно, заметно меньше. Это заметила и жена даже. Обычно она меня всегда ругает за то, что я нажираю себе на животе. Тридцать семь. Тридцать семь. Тридцать семь. Так. Смотрим сантиметры. Девяносто восемь талия. Талия девяносто восемь. Было сто один. Минус три сантиметра. Приятно. И замеряем грудную клетку. Кое-какие изменения все-таки есть. Несмотря на то, что это прошло всего 20 дней. 52 с половиной. Так. А грудная клетка? 133. 133 сантиметра. Смотрим, сколько было 20 дней назад. Ой, что-то не то получается. А, все правильно. 131. Плюс 2 сантиметра. С грудным мышцом. Ну, как вы видите, суперских результатов нет. О чем я вас и предупреждал. Но все-таки 20 дней. Минус. Прочти. Практически. 4 процента жира с тела. При сохранении общей массы тела. Получается, что в мышечной массе я все-таки прибавил. Потому что вес-то остался тот же. Но процент жира уменьшился. Что подтверждает минус 2 сантиметра талии. Плюс. Не будем ворошить. Плюс 1-1,5 сантиметра на бедра. Бицепсы, скорее всего, остались такими же. Ну, правый чуть-чуть подрос. Так что, делайте выводы сами. Я попробую уговорить компанию IQ Sport. Я видел, у них вышел еще какой-то новый. Бустер тестостерона. Чтобы они мне выслали более высокие дозировки. Все. Чтобы они подсчитали мне и выслали как минимум где-то 4 таблетки в день. Хотя бы на месяц. А лучше на 2. Тогда будет можно говорить о более справедливом, о более правдивом именно эксперименте. Сейчас, что я почувствовал? Хуже мне не стало. Каких-то таких сильных изменений я вроде не заметил. Хотя талия стала меньше, бедра стали больше и грудная клетка стала больше. К чему еще стремиться? Ну что, всем успехов. Будьте аккуратны в выборе своего спортивного питания. Основной акцент делайте на БЦАшках, на аргинине на ночь. Перед тренировкой и утром на пустой желудок всегда. Плюс тяжелый базовый тренинг. И будет вам счастье в виде мышечной массы и силы. А сейчас я хочу обратиться непосредственно к компании IQ Sport. Если вы хотите, чтобы я более детально изложил, как действуют ваши препараты, пришлите мне два препарата. Один бустер тестостерона, другой блокатор миостатина. Но рассчитайте из расхода как минимум, как минимум, 4 таблетки каждого препарата на 3 месяца. 3 месяца это тот срок, который обычно используют спортсмены, сидящие на фармакологии. 3 месяца даже любой БАД, который вы хотите использовать, должен накопиться в организме. 20 дней, которые мы с вами провели этого эксперимента, конечно, возможно, дали какой-то результат, но все-таки он минимален и он не мог и не может показать все возможности, всех способностей раскрыть вашего продукта. 20 дней это очень мало, тем более в тех дозировках, в которых я его принимал. Но несмотря на это все, все-таки результат положительный от нашего с вами эксперимента за 20 дней. Большего, честно говоря, я ожидать и не мог, потому что если вам кто-то обещает каких-то сумасшедших результатов, там даже за месяц, это все обман и вымогательство из вас денег. Что хочу сказать, еще забыл, меня многие спрашивают, я также пропивал защиту суставов от IQ Sport. Но об этом, ребята, не спрашивайте, потому что все знают, что любой фидропротектор действует только через полгода постоянного применения. И запомните, мне всегда присылают вопросы такие, вот я купил от Animal Pack, там, Joint, поможет ли мне, там я пропью весь курс. Ребята, не поможет. Любой препарат подобного действия нужно пить как минимум полгода. А лучше пить его постоянно, как минимум там 3 года. Если вас что-то беспокоит, нужно пить это на постоянной основе. Это совершенно безопасно. Одну таблетку утром, одну вечером. Полгода вещества накапливаются в суставе, потом только начинается какое-то действие. Поэтому тоже, если вам кто-то говорит, выпейте вот наш какой-то продукт от суставов, там, через месяц-два вам поможет. Это все ерунда. Тем более какие-то кремы. Ну все, не буду вас больше задерживать. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok